И всем привет, ребят! С вами Стервайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами мы обсудим новые ивенты, которые начало я уже немножечко пропустил в связи с тем, что появились у меня, как говорится, проблемочки с компьютером. Но потихонечку возвращаемся и будем прямо сейчас обозревать все ивенты, которые у нас стартовали. Пройдемся по ним, посмотрим, что там интересно вообще написано. Ну и приобретем первый стартовый контрактик. Я уже немножечко прочитал все интересные информации, что самое интересное можно без, получается, дополнительных вложений в виде каких-то танкойнов пройти этот ивент с мини-игрой, но при этом надо будет потратить большое количество времени. Не знаю, удастся ли мне самому пройти все это дело. Будем пытаться, по крайней мере, это все дело оформлять. Ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкойнов. Для этого у нас только в его аккаунте, устроите ему личный так-так-тимп. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего замечательного ивента, что по ивенту у нас? Ивент у нас, получается, стартовал с пятницы. Называется он Кибертанк 2024. Это что-то на похожее новой мини-игры, только здесь с этой мини-игрой появились дополнительные контракты, выполнив которые ты можешь получить энергию. То есть у нас есть вообще, в принципе, изначально, сначала энергия, которую можно получить из супермиссий. То есть вот здесь вот есть миссии, за каждую можно получить дополнительную энергию. И также есть специальные предложения с контрактами, которые работают тоже с, получается, вчерашнего дня, 12-го числа, по 7-е августа. И там тоже, я так понимаю, надо выполнять какие-то задания и за эти задания получать дополнительные бонусы. Я сегодня контрактик такой один приобрету, ну и заодно посмотрим, как это вообще дело будет работать. В целом, наверное, все остальное стандартно. Из голдов тоже можно собирать дополнительную энергию, выполняя особые задания. И из контрактиков. То есть, по сути, это старт контрактов в нашей игре. И да, этот день настал. Мы, наконец-таки, на пороге открытия контрактов, которые уже 40 тысяч лет назад должны были появиться в нашей игре. И, наконец-то, они вот появляются. Поэтому давайте переходить уже к игре. Задание я сегодня постараюсь в рамках стрима повыполнять, да, попроходить миссионочки и заработать какое-то количество энергии, чтобы уже в ближайшее время вместе с вами сделать ходы и это все дело начать тратить. Но что касаемо, получается, контрактов, у нас есть золотой контракт за танкойны, и есть контракт за кристаллы. Пока что, наверное, давайте приобретем контракт за кристаллы. Стоит у нас, получается, 12 тысяч со скидкой, но также есть этот контракт вот здесь за 30 тысяч. То есть, здесь есть скидка. И золотой 990 стоит. Я не знаю, там, наверное, один контракт выполняешь, потом можно покупать следующий и фармить дополнительно энергию. То есть, по сути, здесь весь ивент можно пройти без вложения танкойнов, но если вы проходите ивент без вложения танкойнов, то, соответственно, на все это дело потратить нужно будет больше времени. То есть, ресурсы придется тратить значительно больше. Давайте приобретаем тогда вот этот серебряный контракт. Ну и я так понимаю, что этот контракт должен у нас появиться вот здесь вот в миссиях. Да, да. И что мне здесь надо делать? Чтобы забоработать... Не понял, почему он не переключается. Что мне надо делать? 300... А, 3000 чего? Это очков поддержки? Просто очки? Почему я здесь не могу, например, переключить на вот такую менюшку? Серебряный контракт. Активировать надо? Активно. Досрочно завершить. А если досрочно завершить, что будет? Чтобы досрочно завершить, надо потратить 700 танкойнов. Ого, нифига себе. А сколько энергии я получу? Почему здесь не написано? Не понял прикола. А, 10 энергии. 10 энергии за контракт. Блин, ну это не так много, если честно. Я думал, побольше будет. То есть, вы завершаете один контракт. И после этого контракта вы можете только приобрести следующий. Я правильно понимаю? То есть, сразу несколько контрактов выполнять мы не имеем права. Мы можем только повыполнять по очередности каждый контракт. Да? Это, я думаю, что, ну, наверное, дефолт, как оно и должно работать. Ну, и плюс у нас есть еще вот такие вот миссии, с которых тоже дополнительно можно залутать. Надо уничтожить танки. Получается, на каждой пушке по дальности и на каждом корпусе. Да? В зависимости от легкого, среднего, тяжелого. Все как всегда, короче. В целом, ничего сверх нового в этом плане нет. Единственное, что здесь есть интересное, это призы. И призы реально в этот раз есть. Что интересное залутать. То есть, можно залутать новое устройство на Жигу, вот эту критическую. Изида, получается, с дальностью, я так понимаю, да? И новое устройство на Вулкан. То есть, вот такие вот устройства можно получить. И дополнительно за шестой. Ну, почему оно? Это что за прикол? Дополнительно за шестой получаем Жигу ГТ и за седьмой ВАСП ГТ. Да? То есть, тоже новая линейка еще и дополнительных скинов. Опа! Еще и скин-ключочек есть. Ну, так вообще шикарно. В целом, есть нормальные дополнительные прикольненькие бонусы. Которые можно будет тоже с этого ивента забирать. В целом, наверное, выглядит прикольно. То, что в этом году, во-первых, сделали без дополнительных вложений все это дело. Да? И у каждого игрока без вложения танкойнов есть возможность пройти такой ивент. Есть возможность залутать, например, те же самые слоты. Да? У меня, к слову, есть аккаунт, где слотик надо. Может быть, даже стоит второй чекпоинт на том аккаунтике забрать на бездонате 2.0. Ну, посмотрим, как у нас будет по времени, по возможностям. Ну, и дополнительно здесь также можно залутать хорошее количество еще и ключей. Танкойнов здесь, конечно, нету. Но по ключам, в целом, наверное, выглядит неплохо. Да? То есть, вообще, танкойны, конечно, хотелось бы видеть. Да? Не спорю. Хотелось бы видеть танкойны. Но, в целом, наверное, неплохо. Что касаемо мини-игры, то проходить мы ее будем, очевидно, на стримах. Может быть, еще в рамках видеороликов что-то получится сделать. И есть ребята, которые на сегодняшний момент времени уже также прошли эту всю мини-игру. И можно будет поделиться вместе с вами тоже, я думаю, что уже в следующем видеоролике, результатами, сколько вообще по наградам можно получить с этого ивентика, когда вы ее проходите полностью. Поэтому будем проходить. Приходите сегодня на стрим в 4 часа. Я думаю, что в четверочку мы сегодня уже железобетонно стартанем. Возвращаемся с маленького такого перерывчика. Ну и пишите, что вы думаете по поводу этой мини-игры. Как вам она? Насколько она вам интересна? Есть ли в ней смысл? Есть ли в ней профит? Поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.